Сегодня вторник Второй день нашего пребывания Здесь И мы отправляемся путешествовать на остров На очаровательный остров Который называется как? Тесель Правильно Поехали Это единственный из обитаемых Фридских островов Единственный из обитаемых фридских островов Едем Вот место, где мы проживаем Восхитительный такой домик у нас Гостиничка восхитительная На краю городка мы находимся Воркума Вот начинается город Воркум Через днем мы сейчас немножечко и проедем Хороша сторона Голландия Ее черепичные крыши Ее маленькие дворики Домики Кломпики Кломпики Везде разложены И волшебные голубые феи Не без этого Хороша сторона Голландия Нам повезло попасть сюда в этот раз в самый разгар весенних приготовлений Ну запахи понятно Благоухающие раздаются Потому что тут ездят такие трактора С канистрами С огроменными И с специальными рассеивателями Такими Разбрызгивателями Разбрызгивателями Да Рассеивателя-разбрызгивателями Для того, чтобы драгоценный навоз Капельным эффектом Морошал почвы Это очень хорошо для Возрастания Будущего возрастания плодов Но очень плохо для Обоняния людей Вот Видимо, сами те, кто там в кабинах Они уже принюхались Они улыбаются в две десны Когда идут Или едут на своих этих тракторах Ну а остальные Делают вид, что Да, это полезно для почвы Значит, это полезно для Голландии Значит, это хорошо Вот Вот вон агрономы всякие ходят Цапли Много очень птицы Повторюсь, живности Просто огромнейшее количество И это видно по дорогам Сбитые вот Суслики, сурки Лебеди И так далее, и так далее Ну Ничего не попишешь Природа пересекается с нами На Перминекулярными курсами Мы говорим Периодически Но здесь Все равно люди умудрились Вот как-то так В такой гармонии жить с природой Что Просто диву Абсолютно Ты даешься Вот Хотя вот загородки Стоят кругом Между полями Загороженные И так далее Это видим Чтобы страховаться От потравы Какими-то так Животными Ну потравы Это чтобы они Не поели Что-то Имеется в виду Как это А не то Чтобы яд Кто-то Яд занес Жадочный яд Внесен в почву Нет Не так Не так Вот типичная усадьба Вокруг нее Видите усадьба Вокруг нее поля И И хороша страна Голландия Так Сегодня мы едем на остров Мы хотим посидеть Национальный парк Посмотреть всю ту же живность Увидеть маяк Помаячить с него Дюны Дюны Да-да Подюнить Походить по дюнам Помаячить с маяка В общем провести время Единения с морской природой Потому что море Это неотделимая часть Голландии Ее очарование И ее символ Селедка Мы уже знаем Сыр Море Ветряные мельницы Кломбы Ну это такие расхожие штампы А на самом деле Конечно же Над всем этим Огромнейшее Огромнейшее Всепоглощающее трудолюбие Ну так сказать В этом плане Тут Сложно Перехвалить Местных жителей Борьба за землю Отвоевывание Постоянное У воды У болот И при этом Потрясающие результаты С продуктивностью Конечно же Это Вне Всяческих Сомнений Продолжаем Наше путешествие На столь Высокой Ноте Здесь стоит Время на свет Катафора Идет ремонт моста Что характерно Когда мы заезжали сюда Первый день На разъезде Стоял человек Вот рабочий Ночью Мы поздно приехали И всех останавливал И говорил Мост сломан Пожалуйста Объезжайте Через этот город Через город Если вам точно Надо Ворком Через Маку Какую-то Маку 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 Ворком Идет дорога Через Маку Да Ворком Идет дорога Через Маку Стоял и терпеливо Вот видимо Всю ночь Стоял и всем терпеливо Объяснял Что мост Сломался Видимо Что что-то Произошло Тут достаточно Но еще раз повторюсь Что постоянно идет Борьба же Между сушей и водой А вода Периодически Что-то отвоевывает Подмывает Обмывает Но Все это Очень быстро Своевременно Ремонтируется И не создает Больших трудностей Для людей Для жителей И туристов Соответственно Мы туристы же Мы туристы Мы туристы Вот Продолжаем Наше путешествие Мост кстати Подъемный Что-то там В опоре Видимо Произошло А мост Подъемный Его можно поднять Похоже И через него Там куда-то Проплыть Поехали Нам зеленый Сигнал Светофора Приближаемся К парому Вот интересно Начинается Такое какое-то Инфраструктурное Всякие штуки Это видим Какая-то Передача Горючего или нефтеперерабатывающий завод почему-то рядом с паромными морскими переправами масса таких терминалов хитро заплетенных едем мы сейчас на остров Тексель нам нужен будет паром мы к нему приближаемся сейчас к парому 11 километров нам осталось и поплывем, будет у нас краткое морское путешествие в Голландии чем интересно здесь и сухопутные путешествия они сочетаются с морскими путешествиями это все-таки приморская страна прибрежная поэтому такие сочетания тут вполне возможны то на суше, то на море и все, встретимся мы как как-то вот так в этот раз получилось попали мы вот в город куда мы стремились как называется? Денхилдер вот музей тянется в старинных зданиях подгауза тут музей корабли стоят вдоль стенки здание музея ну возможно здесь еще какие-то офисы размещаются надпись в той же музей была возможно мы по окончании нашего путешествия на остров заедем еще сюда в музей вот, а сейчас мы едем на паром хотим загрузиться на паром и попасть на остров вот здесь как раз места для машин здесь погрузка на паром видится вот вход нас предупреждает что мы сейчас приедем в ферри здесь нас сейчас обелизят вот это обелечивается здесь ферри и мы будем заезжать сейчас на паром поплывем на остров Тексель купили билет 25 евро стоит туда-обратно насколько мы поняли вот поэтому так сказать все тут без шуток 25 евро туда-обратно стоит как мы поняли мы приобрели билет и сейчас едем грузиться на паром паром пока нет они каждый час ходят будет через 15 минут судя по всему тут портовая жизнь проходит вот такая контейнерные какие-то перегрузы загрузы старинные здания портовые сооружения и вид на собственно говоря море мы на таком на краю как бы находимся сейчас Голландия на одном из ее краев будем переправляться на остров приближается наш паром на нем и сейчас и поплывем на остров ну начинаем загрузка на паром он подошел к нам мы его показывали какой он там был красавец большой и пошла наша загрузка на паром сейчас нам будут показывать куда вставать вот собственно говоря сам паром и есть сам паром и есть фэрри 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 едем едем в фэрри загрузка должна быть равномерной так чтобы он давал крены в правильную сторону вообще конечно феноменальная штука не самый большой паром на котором мы катались но производит впечатление безусловное вот мы на палубе на палубе движущегося дома по большому счету можно и так паром назвать достаточно ветрено и чайки тут крутятся вообще чайки всегда около паромов крутятся около кораблей потому что корабли рыбу рубят винтами и чайкам достается еда все же мы начинаем движение очень так сказать плавно и нерезко выходим из порта малозаметные корабли стоят видимо вооруженных сил нидерландс ну и гражданские здесь же корабли тоже чайки нас провожают криками печальные крики чаек вот интересное сооружение видимо это спасательный пост спасательные шлюпки висят вот в воздухе на их на специальных аппарелях видимо в любую погоду их можно спустить на воду оказать помощь терпящему бедничному судну который будет в акватории порта с которым что-то будет проходить в акватории порта но это моя фантазия не знаю так это или нет как будто сухая груза идет как будто сухая груза идет как будто изго сухая груза не надо это похоже на второй تم THEY